Пошли мы же с ней в Александро-Невскую лавру, посмотреть, я хотел посмотреть, где Суворов лежит, что это, и лаконичная надпись, здесь лежит Суворов. Вместо этой самой, вместо Александро-Невской лавры мы попали на Волковое кладбище. Заходим туда, с левой стороны, значит, там целый ансамбль лежат Ульяновы и Елизаровы, там отец Илья, там Ульянов, Дмитрий, это самое. Вот, кстати, вчера работаю здесь, с этой газетой, вот здесь вчера сидел, нашел, работал за 43-й год с газетой, и там сообщение о Дмитрии Ильиче Ульянове, что умер в 43-м году, даже в Красном Маяке было, вчера я с Красном Маяком здесь работал. Ну и вот заходим из ней туда, а с правой стороны часовня, и на часовне надпись, за территорией нашего кладбища, а самоубийц хоронили только за территорией кладбища, лежит великий критик нашего времени, Александр Радищев. Ну помните, путешествие из Петербурга в Москву, ну, в школе там и хрестоматийно все это учили, вот такое дело. Ну я подошел, нашел могилу Тургенева, нашел, такой розовый памятник у него был красивый. Лазили мы там везде, в Петропавловской крепости зашли, в Петропавловский собор, там усыпались за всех наших царей. Вот я помню, подошел к могиле Екатерине II, к могиле Петра I, положил руку на их, так сказать, розовый мрамор, и подумал, так вот, провезел, но мы сейчас в Хабаровск приеду, посмотрел свою руку, и скажу себе, вот эта рука лежала на саргопаге Екатерины II. Вот такой вот был.